здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о делах сердечных или сердечных как хотите называть это но разговор будет у нас и серьезно может бы даже где-то ироничной потому что настоящий хирург он всегда относится с уважением со вниманием и с маленькой долей иронии потому что она без этого очень трудно вылечить нас пациентов которые к сожалению продолжают активно болеть сердечно-сосудистыми заболеваниями ирина владимировна исаева сердечно-сосудистая хирургия представлена в ее лице сегодня любилецкой областной больницы стационар номер один здравствуйте или но будет неправильным если я не задам этот вопрос женщина хирург это вы случайно стали или как вот этот путь к хирургу нет новые хирургия заболела еще в общем-то ну наверное в конце школы и увидели посмотрели что нет нет это у меня никого в семье медиков нет это видимо книги может читали много в таке но наверное какой-то но и просто вот в это влюбилась и обходила в первый мет там была школа юного медика и первый раз когда я пришла это все решила тем более там были студенты 1 2 курса и в общем-то я в эту специальность влюбилась от хирургии путь он конечно постепенный то есть я точно знала что я буду заниматься чем-то активным таким типа ну все-таки около хирургии вот но вот судьба так сложилось что в общем-то сердечно-сосудистой хирургии с первых дней после окончания института я уже занималась ну мы безусловно поговорим сегодня потому что чуть позже хирург и скальпель это по-прежнему для многих кто не часто сталкивается такое ощущение что это остается но тем не менее еще один психологический вопрос говорят что хирурги это те люди которые спасают жизнь помогают нам и так далее с другой стороны но им как-то легко это все тут увидишь даже какую-то картинку не дай бог ему можно в обморок упасть то есть это такие довольно жесткие люди ну дело же не в жесткости дело в том как относиться к тому что вы делаете люди спрашивают как же вам не страшно резать на вот я вот мы же лечим а мы же точно знаем что мы делаем и разрез мы делаем там где больное место но вы же знаете что когда появляется хирург в любых до заболеваниях сразу вот слова режем почему-то возникает и все думаю что хирург это тот врач который уже вряд ли согласится на то что мы это подлечим от лучше это вырезать сейчас это уже поменялось сейчас поменялось все таки я считаю что голова должна идти впереди рула что хорошо должен до сначала подумать отрезать мы всегда успеем пони теперь к сердцу сердце это как говорится наш пламенный мотор вот и так получилось что за годы в общем то наверно за сто лет последних рывок сумасшедший фактически искусственное сердце до создана вот пока правда по моему не создана искусственная кровь хотя к ней как-то приближаются да да и мне кажется что если это уже было и голубая кровь да 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 было да если это произойдет уже на сто процентов то это такой тоже будет скачок но тем не менее все равно мы же люди человеке пока еще не терминаторы и мы болеем и говорят что по-прежнему сердечно-сосудистые заболевания сам точно так же как онкология это занимает два лидирующих место в чая среди заболеваний получается самый слабый орган наверное из-за того что он работает с самого первого дня и до последних остановки без остановки поэтому отсюда и ведь это же сердечно это же не просто сердце это сердечно-сосудистая система потом мы свое в течение своей жизни в общем-то наносим вред своему сердцу самого природе с самого первого дня и неправильное питание неправильный образ жизни это же все и все это влияет на наше сердце и сосуды но вот сердце вот как специалист на сколько будет подразделили вот есть люди которые постоянно до болит сердце которую но все время страдают есть люди которые не болит сердце но тем не менее потом к сожалению вдруг раз один достаточно одного удара и нет человека вот то есть это такая с одной стороны как бы и предсказуемая история да можно чека всю жизнь лечить и он может умереть и чего-то другого а есть наоборот да когда он никогда не обращается к врачу вот поэтому направлю да так она случается но как сложно подразделить людей вот у тех у кого болит у кого не болит это сложно потому что ведь процессы метаболические в нашем организме происходят откладываются почему болит сердце там же проблем то много либо это какие-то клуб пороки клапанов пороки развития это проявляется чуть раньше может быть это откладываются холестериновые бляшки сосудах сердца в сосудах других органов точно также как сосуды несущие кровь головному мозгу это что же сердечно-сосудистой хирургии откладывается бляшки там и у пациента может возникнуть инсульт вот а возникает вопрос мы чуть позже поговорим уже конкретно о больнице чтобы вы знали как и владимир активно примет участие в вашем лечении мы сейчас просто от сути самому хотим я хочу так сказать понять для себя но зачем тогда уж не знаю создателям или материальным миром придумана такая сложная схема которая настолько но может разрушительным быть для человека или сердце это идеальная система для вот такой жизнедеятельности даже фактически машина времени но но и машина времени двигатель двигатель постоянного да это двигатель но как он в общем-то это двигатель который изнашивается все равно наверное все так продумано что человек приходит в этот мир и через какое-то все равно уходит то есть это не вечный двигатель но мы стану полувечный от нас очень многое зависит очень много то есть качество жизни она конечно зависит от человека я почему еще этот вопрос адресал потому что все чаще сегодня мы слышим дети с пороками сердца мы молодежь страдая сердечными заболеваниями возникает такая картина что либо раньше об этом нам меньше сообщали либо вот действительно сердце немножечко как-то ухудшается как некий вы знаете я думаю что медицина настолько шагнула вперед что сейчас диагностика стала намного лучше хочу это качественнее это более изучено и поэтому мы об этом естественно узнаем значительно раньше поэтому вот мы говорим о том что вот сейчас очень много там появилось заболеваний таких там и пороков или там онкологии просто диагностика стала значительно лучше и благодаря этой диагностике мы можем раньше 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 обратиться но в то же время мы и знаем о количестве участившихся случаев вот еще сердечно-сосудистая до составляющая из сердца и сосуды ну понятно сосуды вот такая уже история она может даже касаться людей которые не совсем сердечники но что-то начинается за какие-то как вы говорите бляшки и так далее мы же тоже все сосуды состоим конечно и сегодня вся вот этот образ жизни наш он эти сосуды как бы стремится но закупоривать закупоривать так и так далее тому подобное вот что на сегодняшний день вы как специалист какие наиболее ну скажем традиционные что ли это как бы наверное органы мишени атеросклероза который чаще всего вот возникает уже с возрастом у людей это артерии которые несут кровь к мозгу это артерии шеи если вдруг они забиваются возникают проблемы инсульты если забиваются сосуды сердца приводят к инфаркту возможно возникновение по поводу в в результате атеросклероза аневризм аорты это расширение аорты вот и грудного отдела брюшного отдела возможно забивания артерии которые несут кровь к ногам тром да да тут не только тромбы тут немножко как бы артериальная венозная система она раздельно существует вот артериальная система забивается у человека возникает так называемый перемежающаяся хромота то есть он говорит мне очень сложно ходить вот прошел 100 метров остановился если возникают тромбы в венозной системе то это тоже другое это возникают такие резкие отеки в ногах боли в ногах тоже очень опасно потому что эти тромбы как раз из венозной системы они могут отрываться и вызывать тромбоэмболию легочной артерии дело в том что врага организм уже весь как бы весь покрыт сосудами то есть это сосуды которые несут кровь от сердца а потом возвращают поэтому здесь заболеваний огромное количество которое может трубопроводная система да 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 вот зависит это у мужчин и у женщин есть вот эта гендерная разница да конечно конечно она конечно есть но у мужчин как бы провокационным фактором является курение и алкоголь вот по наследственно по каким наследственным факторам мужчин конечно чаще бывает от расклероз артерии нижних конечностей у женщин наиболее часто бывает варикозная болезнь нижних конечностей да да и раз родами как-то связано нет это как правило это закладка такая наследственная закладка как правило ну и плюс еще там стоячий образ жизни когда человек много стоит когда я часто когда оперирую пациентов я им говорю что мы не вылечиваем вашу болезнь вот мы просто вот в данном случае с венами мы убираем ее проявление потому что человек должен понимать я честно говоря когда общаюсь с пациентами я пытаюсь объяснить суть болезни чтоб человек понял как ее можно как бы предупредить ее развитие дальнейшее вот но пожалуй наверное еще вот у женщин бывает так называемый синдром грудного выхода это когда страдают артерии руки у них часто они не имеют и тут вот чисто конституционное такое положение но это уже такие тонкости хирургические ну вот во второй части мы поговорим конкретно уже о лечении а там как как это проходит и об операциях тоже тут очень много интересно опять же слова скальпель я не забыл не переживайте вот но говорят что сегодня по даже внешнему виду человека иногда можно определить некое некто его заболевание кстати опять же связь с машиной как хороший слесарь до послушав хранения а какие хирург когда осматривает пациента он его не только сердечно-сосудист он его не только осматривает расспрашивает у него обязательно есть фондоскоп потому что любое препятствие кровотоку мы слышим шум как не слышно в машине что-то испортилось точно также у человека мы щупаем пульс вдруг пульса нет мы понимаем что кровотока нет если там есть сужение то мы услышим систолический шум и мы обязательно ходим с вендоскопами и как бы определяем эти неполадки то есть в принципе по большому счету сейчас конечно прогресс всех методов обследования он очень значим для нас но первичный осмотр умение вот осмотреть пациента ощупать послушать имеет большое значение потому что действительно это первая диагностика которая ты сразу понимаешь что же дальше с этим пациентом наш не надо его направить не потому что ведь человек иногда приходит и он говорит доктор у меня страшно болят сосуды я начинаю объяснять сосуды не болят потому что ведь это же как бы он приводит к боли но совсем другое это либо мышечная боль либо за счет отека либо муж не ралли как совсем невралгии либо травматология поэтому невралгия как известно она копирует эти все боли как болит сердце человек будет жаловаться немного по-другому поэтому очень важно пациента правильно расспросить еще такой вопрос о сердечно-сосудистых скажем так заболеваниях давление до люди со словом давления ознакомиться иногда раньше чем со словом сердца то есть сердце сначала любви но для врача да а вот давление она может у человека быть но чуть ли не с рождения каким-то тогда у меня такое давление если например по нормам медицины давление человека обычно на каком-то этапе там после 40 лет вдруг начинается какие-то проявления да то сонливость то еще что то то или там реакция на погоду и так далее давление это проявление вот таких сердечно-сосудистых отклонений ну это симптом в котором надо разбираться потому что опять же давление она же мог может быть от разных причин это не обязательно сосудистые заболевания хотя это может быть и сосудистые заболевания вот это может быть и какие-то нарушения эндокринологические что бывает часто вот это может быть и метаболические нарушения повышенного питания там это же все это сигнал это сигнал и мы должны на него обратить внимание и тогда уже решить почему же у этого больного повысилось давление но о том как лечится сердечно-сосудистые заболевания в Люберецкая областная больница. Ирина Владимировна из первых уст мы узнаем. Ирина Владимировна Исаева расскажет нам после небольшой паузы. Это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Ирина Владимировна Исаева, сердечно-сосудистую хирургену, представляет Люберецкая областная больница, стационар номер один. Давайте теперь вот этот пресловутый скальпель и слово «резать как бы хирург» и так далее. Сегодня, насколько я понимаю, и нам говорят, что всё это немножечко уже ушло в прошлое. Какие существуют операции и методы? Да, сейчас всё значительно изменилось, потому что нам на помощь пришли высокие технологии. Это так называемое эндоваскулярное лечение, когда разрез не требуется, а требуется просто прокол сосуда. Причём это делается под местной анестезией. Пациенту просто обкалывают вот это место, куда войдёт и глаз. И дальше, да, даже меньше как бы реакция получается, только вот это местечко, куда уколется. И тогда уже специалисты входят в специальным катетером, прокрашивают всё сосудистое русло и понимают, где же у нас возникли неполадки. И возможно, что? Возможно, это место, ну, как бы некоторые говорят, возможно ли сосудистое русло почистить, но, может быть, почистить вот полностью, чтобы это всё убрать, это невозможно. Но можно как бы сделать там небольшое отверстие и поставить такую, как называется, все сейчас знают, что такое, стенты, которые ставятся. Да, наверное. Да. То же самое можно поставить и в сосуды, например, ног, что делается очень часто. Сейчас огромное количество пациентов, и вот в Люберцах у нас огромное количество пациентов, страдающих с сахарным диабетом. И при нём вот поражение артерий нижних конечностей очень выражено. Это два как бы заболевания, сахарный диабет и атеросклероз, они сочетаются в самом худшем его проявлении. Вот при этом у нас оказывается, в общем-то, я считаю, что значительная помощь этим пациентам, потому что то, что нельзя вот как раз скальпелем сделать, вот эти сосуды невозможны скальпелем, они очень маленькие, они тоненькие, то есть никакого протеза туда невозможно поставить. Но зато можно туда войти вот эндоваскулярно, раздуть этот, значит, сам сосуд и пустить кровоток. Вот такой вопрос, может быть, оригинально к какой-то степени. А сердце вообще и сосуды легко поддаются опытному врачу? То есть вот эта растяжка вся? Нет, ну, конечно, здесь нужен опыт. Это только опыт. Только опыт. Только опыт. И есть вещи, которые крайне сложны в исполнении. Вот, поэтому, естественно, это специалисты, они учатся. Вы знаете, но медицина же, это есть медицина, в медицине учишься всю жизнь. Но, как вы считаете... То есть тут не скажешь, что я проработал там сто лет, и вот мне ничему учиться не надо. Каждый день что-то новое. А вот как вы считаете, всё равно, в принципе, природа даёт нам это право вмешиваться в её историю? Или мы... Я всегда об этом думаю. Или мы что-то превозмогают, искать? Я думаю, что всё-таки, наверное, скорее всего, мы являемся орудием. То есть даёт. Да. Я думаю, что мы являемся тем орудием, который даёт возможность людям как бы улучшить качество жизни, продлить свою жизнь. Потому что если бы этого не было, так бы мы до 40-ка бы с трудом и доживали бы. Ещё такой вопрос, тоже немаловажный. Я с вами как дилетант разговариваю, но всё равно. Помните, 2000-е годы, даже где-то середина 2000-х годов, люди начали активно заниматься так называемым переливанием крови. Ну, как бы омолаживать систему. И мы знаем, что многие, а, скончались, к сожалению, довольно известные люди. В некоторых якобы, якобы это вызвало какие-то раковые заболевания. То есть вы сейчас сказали по поводу чистки. И мне ещё, в дополнение к вопросу, такая ассоциация с трубами опять, которые, знаете, давно-давно, и вот они забиты этим смолой, а её невозможно уже, там спичечка только осталась. Вот насколько такие методы промывания, прочищения, они возможны вообще? Или пока всё-таки вы их не рекомендовали? Вы имеете в виду связанные вот как бы с вливанием крови? Ну, я думаю, что этим мы никак не поможем абсолютно, тем более, что есть абсолютно чёткие показания, и сейчас они как бы всё уменьшаются и уменьшаются к переливанию крови. Потому что всё-таки это чужеродная ткань. Поэтому здесь только по необходимости. А чистка сосудов? А чистка сосудов что вы подразумеваете? Потому что, как правило, всё, о чём говорили чистка сосудов, это препараты, которые относятся к так называемым сосудорасширяющим препаратам, которые просто способствуют либо развитию коллатералей, ну, они просто помогают, они нам просто помогают существовать. Извините, мусор, который там есть, он либо чуть-чуть может сойти, а либо он уже... Мы либо можем вот высокими технологиями его просто придавить к стенке и поставить туда каркас, вот то, что называется эндоваскулярное. А если уж забито совсем, вы говорите, спичка не проходит, тогда уж приходит на помощь скальпель. То есть, мы скальпели, мы пришли. Скальпели, скальпели. А что пришить можно? Потому что мы используем протезы, как бы это называется обходное шунтирование. То есть, если где-то сосуд забит, то пришивается шунт. Причём шунты бывают разные, можно и обе ноги восстановить кровоток. Наши пациенты очень часто называют, пришивают штаны, потому что этот протез, он выглядит действительно как штанишки. Вот, поэтому всё можно. Возможно использование собственной вены, вот, как обходной шунт, если это нужно на артериях, при поражении артерий нижних конечных. И насколько так, чисто теоретически, продлевается жизнь пациента? Вы знаете, при соблюдении наших рекомендаций, пациенты достаточно, в общем-то, хорошо себя чувствуют после этих операций. Поэтому здесь вот сказать чётко, как бы, сколько он проживёт, никто не скажет. Но, вот, в принципе, вот сегодня выписывается пациент, вот, которому вчера только поставили стенд в подвздошную артерию. Вот, пациент, в принципе, вы знаете, как есть люди, которые расположены лечиться, есть, которые не расположены. Он вроде пришёл, у него же нога болит, ему стенд поставили, но он продолжает курить. А, ну да, это известная история, да. Курил и курить буду. И буду курить, и всё равно, и хихикает. Ну да. А сколько операций проводится в день? Есть какая-то статистика? Нет, сейчас, нет, статистика, конечно, есть в центрах больших, наверное. Нам ещё сложно говорить о такой статистике, в общем-то, серьёзной, потому что в нашей Люберецкой областной больнице вот эти сосудистые койки, они только открыты. Они, мы только начали работать. Мы только набираем... Каждого надо подготовить, да. Мы набираем известность, мы притягиваем пациентов. Раньше этих пациентов мы направляли в Монике, вот, лечиться. Они уезжали в Москву, уезжали в другие места. А теперь есть вы? Теперь мы, у нас два сосудистых хирурга принимают в поликлиниках в нашем городе. Мы, у нас достаточно большой приём, у нас записывается огромное количество пациентов. Вот, мы этих пациентов отбираем, потому что сейчас нам важно, как бы, вот, отработать на уровне поликлиники, кого мы берём на операцию, чтобы этих пациентов правильно обследовали, чтобы они смотрели именно то, что нам нужно, чтобы оценить, у этого пациента есть патологии сосудистые или нет. Вот, ну, допустим, вот на этой неделе у нас, вот сейчас я вам скажу, вчера была одна операция, сегодня две операции, завтра одна, в четверг два, в пять. Мне кажется, что это даже хорошо. Да, но это пока-пока в плановом режиме, то есть мы сейчас отбираем этих пациентов. Ну, и пациенты потихонечку уже узнают, приходят. Я почему говорю хорошо? Потому что сразу есть такое ощущение, что некое внимание не просто, знаете, на поток поставлено, вот, как там на каком-нибудь автозаводе машина выпускает, да? А сколько вот примерно вы планируете вот от времени прихода в поликлинику, когда врач сосудистый, врач, как правильно называется, сосудистый хирург, да, 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 понимает, что это ваш пациент, до операции сколько может времени пройти? Ну, здесь, да, возникает проблема, потому что это пациент для того, чтобы лечь в больницу, он должен обследоваться, пройти определенный комплекс обследования, но где-то у пациентов, если они сразу начинают, то это где-то две недели, вот, нужно для того, чтобы лечь. Если у пациента экстренная какая-то ситуация, мы их кладем, конечно, без всяких обследований, уже обследуем у нас. С пациентами всегда стараешься сначала разговаривать, как бы, ну, в какой-то степени, сначала оцениваешь, потом начинаешь немножко шутливо, что у вас есть несколько вариантов. Первый вариант – ничего не делать. Да, самый лучший. И потом вот раскидываешь, и человек должен понять, что у него действительно есть, он может тут же встать и уйти, он ничего делать не будет. Потом ему объясняешь, вот, есть эндоваскулярное лечение, есть такое лечение, есть консервативное лечение, есть варианты, что можно попробовать, можно начать сначала с консервативного лечения, а дальше мы с вами будем смотреть. Есть улучшения, значит, у нас с вами есть возможность перейти к следующему этапу. Но когда человек уже доверяет, мне кажется, тут уже вопрос страха вот этого, он снимается. Мне даже кажется, что, наверное, сосуды расширяются сами по себе, когда человек доверяет. Ещё такой вопрос, мы не можем его не задать, потому что люди смотрят, интересуются, наверняка после нашей программы, возможно, у вас небольшая очередь появится. Вот, по крайней мере, на обследование, да. С удовольствием. Финансово-денежно-лекарственный вопрос. Потому что слово операция, опять же, для нашего человека со времён Советского Союза, это некое столкновение с какой-то такой сложной проблемой. Вот как сегодня, насколько это всё дорого и сложно? Ну, на самом деле, это получается действительно для пациента значимо, потому что лечение как бы без операции или лечение после операции, оно длительное. Если возникает какое-то сердечно-сосудистое событие, значит, пациент находится на лечении пожизненно, фактически. Особенно после стентирования назначают препараты, которые не даёт образовываться сгустку в этом стенде. Поэтому здесь, в общем-то, лечение, оно действительно требует материальных затрат. А с лекарствами что сейчас? Ну, как бы вот в отделении, в операционных, вот, ну, естественно, у нас как бы в основном всё есть. В основном всё есть. Вот. Поэтому, если есть какие-то там задержки, мы больных просто передвигаем. Поэтому здесь сказать, чтобы мы, как когда-то говорили пациенту, вот, было время... Всё с собой? Когда, да, купи с собой пластырь, купи там то-сё. Сейчас мы говорим, что, в принципе, вот, там, допустим, больной идёт на венозную операцию, он покупает чулок. Но это чулок, который, естественно, он будет носить, там, он бинт с собой приносит. Если пациента у нас есть, там, какие-то наклейки, но есть пациенты, у которых аллергия, они приходят там со своими. Но сейчас вот такого, конечно, у нас уже нет, как было. А само вот помещение, да, вот это операционное, опять же, со времён тех фильмов, которые, возможно, вы смотрели, когда показывают только лампу, и когда вот уже вот-вот нам должны показать скальпель, ну, и скальпель покажут, но сам разрез мы не увидим. Сейчас наоборот, да, показывают иногда всё подряд. Но насколько оборудование сегодня позволяет делать... Сейчас и шикарные лампы висят, которые такие, знаете, вот люминесцентные, красивые. Причём даже пациенты иногда... Ведь операции делаются не только под общим наркозом, но ещё под местным обезболиванием, под спинномозговой анестезией. Пациент не спит. И он наблюдает за тем, что происходит операционное. Он зритель, он зритель, да. И иногда в лампу у него что-то, блики какие-то, операционно упален. Некоторые говорят, отверните лампу от меня, мне страшно смотреть. Но, естественно, всё меняется, и наше оборудование поменялось. Поэтому мы только наращиваем свои темпы. Ну и в финале вот такой вопрос, помимо всего того, что мы обсудили, насколько действительно реалистично, ну, вот сердце сегодня, как я говорил в начале, ну, создали фактически искусственное, да, вы ставите протезы, да, искусственные. Всё-таки что ждёт отрасль? Вы, как врач, следите наверняка внимательно за самыми последними, может быть, нереалистичными даже направлениями. Что ждёт? Мы как-то продвигаемся в научном плане? Нет, конечно, мы продвигаемся в научном плане. Вы знаете, и сейчас мы вышли на какое-то плата, где мы достигли достаточно хороших результатов, что стентирование, что операции на сердце. Здесь, в Люберцах, мы не делаем открытые операции на сердце, но у меня был такой жизненный опыт операции на сердце, и, в принципе, шаг мы сделали колоссальный, что дало возможность продлить людям жизнь значительно. Вот на этой хорошей ноте про продление жизни мы завершим нашу программу. Ирина Владимировна Исаева представляет у нас сегодня сердечно-сосудистую хирургию Люберецкой областной больницы, стационар номер один. Большое вам спасибо, вам и вашим коллегам успехов. Спасибо. И побольше выздоровевших или выздоравливающих пациентов. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». Всем здорового сердца. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин